В день президентских выборов 1 ноября многие водители занимались организованным подвозом избирателей с левого берега Днестра. Однако они не учли, что на территории Республики Молдова за эти действия они подлежат наказанию. Здесь, за отсутствие разрешительных документов для совершения пассажирских перевозок, водители штрафуются на тысячи леев и остаются без права на управление автомобилем. Так один из водителей решил, что заработает денег на выборах, но остался на полгода без машины, без номерных знаков, с отозванным свидетельством о регистрации и штрафом в размере 10 тысяч леев. Он нарушил правила перевозки людей автомобильным транспортом. Другой водитель был оштрафован на 3 тысячи леев за перевозку пассажиров без разрешения на выполнение регулярных рейсов. И он остался без прав на управление транспортным средством. Оба водителя были оштрафованы Анта, которая проводила проверки на дорогах страны. На этом злоключения граждан, приехавших из Приднестровья в надежде заработать на выборах, не закончились. Напротив, первый тур президентских выборов показал, что некоторых граждан Республики Молдова на левом берегу Днестра просто используют для фальсификации результата выборов, а оплата голосов – лишь приманка. На одном из видеороликов, сделанных в селе Сыны-Телка Флорежского района, люди говорят, что им обещали 200 рублей за голосование. В другом случае, также снятом в Сыны-Телке, женщина объясняет мужчине, что ему делать и как получить деньги после голосования. На другом видео, снятом скрытой камерой, мужчина спрашивает женщину, за кого голосовать и каков порядок получения денег. На избирательном участке в Кеушень группа избирателей с левого берега Днестра даже спросила членов избирательного участка, где они могут получить деньги за голосование. А после того, как им объяснили, что деньги за голосование не выдаются, часть граждан уехала, не проголосовав ни за одного кандидата. Однако во многих случаях, согласно Телеграм-каналам, люди теряли время, чтобы проголосовать за того кандидата, за которого им обещали деньги, но либо им заплатили гораздо меньшую сумму, чем обещали, либо вообще оставили ни с чем. Об этом также написал в Фейсбук журналист Тудор Ященко. Его источники говорят, что вместо 400 леев, обещанных за каждый голос 1 ноября, избирателям платили только 100. Подумайте хорошо, не продавайте свой голос и не позволяйте вас обманывать.